Доброе субботнее утро. Я нахожусь в магазине Калфронт. Подошла к стенду Чипа. Закалтеры какие-то есть, но я себе купила в ТК Макс нашла хороший. Неплохо смотрится, да? Посмотрим, что нового здесь. Ух ты! Спортивная какая-то, типа спортивной маечки, двоечка, вот на девушке как смотрится. Прикольно, да? 20 евро. Все для йоги. Что здесь у нас? В один день такая классная коллекция была, но так как со мной рядом находился муж, я не смогла посмотреть хорошо. Для ванной комнаты. Подстилка, как она называется, ковер. Так, а этой коллекции уже нет. Там как-то такие красивые вещи были. Блин, думала сейчас посмотрю. Там очень красивая маечка была. Я в ТК Макс примерочная. К сожалению, из косметики ничего интересного нет. Там были карандаши для бровей от Нарс, но я не стала показывать. Светлый оттенок мне не подходит. Всего 6,99. Вот. И тем более их нужно точить. Я все-таки люблю карандаши, которые выдвигаются для бровей. Микрофон сразу застегнула, потому что нужно вам показать куртку. Давно хотела попробовать на себе, как выглядит такая вот баллонистая курточка. Это размер XS. Стоимость куртки 39,99 евро. Ну, 40 евро, врач. Я в этой куртке как космонавт выгляжу. Мне абсолютно этот стиль не подходит. Вообще, такая огромная. Тут меня два станет целых. Ну, это такая форма самой куртки. Не важно, какой размер я ношу. Ну, это XS, говорю же. Короче, вот. Не мое. Попробовала, теперь я буду знать, что такие куртки не мое. Хотя, возможно, в другом цвете будет лучше смотреться. Кто-то, наверное, смотрит. Если вот так вот хотите, возможно, ничего так смотрится. А так, естественно. Смотрите, вот эти рук огромные. Всем привет! Ко мне сегодня приехала посылочка из магазина Douglas, интернет-магазина, конечно же. Который я пока еще не открывала. Решила с вами распаковать. И вы увидите, что же там у меня. Ну, по идее, по названию видео вы поймете. Что я себе в очередной раз заказала. Какую палеточку. Конечно же, это тени, тени, тени. Давайте ускорю момент открывания. Потому что мне всегда тяжело открывать коробочку от Douglas. Не знаю, как они и запаковывают. Итак, я открыла. Та-дам! Палетка Jeffree Star зеленая. И я все-таки себе решила приобрести. Пока такая скидка замечательная была. Давайте начнем с пробничков. Решила себе закинуть пробник тональной основы от Chanel. Никогда не пробовала тональную основу от Chanel. Ultra Latin называется. Для одного раза хватит. Не знаю, делать вам такой вот отдельный обзор, как я, в принципе, это делаю. Тестировать эту основу в течение дня. Пишите. И в очередной раз закинула себе от Givenchy L'Internet. Мне настолько этот парфюм нравится. Именно более в холодное время года. Вот летом мне вообще не тянулась рука. И постоянно, когда я вижу, что этот парфюм можно выбрать именно в Douglas. Там можно выбирать подарочки себе. Маленькие такие. Ну вот. Пробники. То я всегда стараюсь брать именно этот парфюм. Обалденный аромат. Нужно будет тебе к Новому году сделать подарок и приобрести полную версию. Отличный, сладкий такой. Ну он такой богатый, богато сладкий аромат. Люблю, люблю. Именно в зимнее время года. И вот сама палеточка. Вау. Такая коробочка классная, да. И я так понимаю, что вот это вот как раз таки сами тени. Потому что вот эта вот часть что-то мне напоминает именно саму палетку. Так, как бы открыть так, чтобы коробочка у меня не испортилась. Потому что я все палетки практически храню в оригинальной упаковке. Я думаю, да, не практически, а все палетки храню в оригинальной упаковке. Так, я думаю, вот здесь и вот здесь. Опа. Да-да-да. Ну посмотрите, какая красота. Сама вот эта вот картонка уже чего стоит, да. И это все такое, знаете, не шершавое, как это говорят, текстурное. Не просто там картинку нарисовали, а все это такое текстурное. Класс. Супер. Ну вот Джеффри Стар, он молодец, он молодец, он. Оооо. Боже, посмотрите вы на эту красоту. Обалдеть. В жизни эта палетка намного круче смотрится. Вот сейчас на камеру смотрю, мне нравится то, что у меня камера на данный момент, по крайней мере, вот в маленькое окошечко передает настоящий цвет этой палетки. Это как всегда, когда обзоры смотрите, там или пересвечено видео, или вот цвет не передается как есть, но на этот раз у меня камера передает хорошо. Даже обратите внимание, что вот эту вот пленочку закрепили, чтобы вот эта вот часть не испортилась. Ну и мы ее снимем, потому что вся красота портится. Оооо, боже, какая прелесть девочки. Значит, я дала за эту палетку 26 евро 99 центов. Ну посмотрите вы на эти детали. Я начала говорить, какой Джеффри Стар, да, там. Он молодец, он молодец, он. Такие оригинальные палетки делает именно по упаковкам. Вот это красота, это красота. Но больше, конечно, такие упаковки для коллекционера, да, так как с собой не поносишь. Теперь будем знать, как открыть все это. Ой, я не знаю, как открывается. Может, теперь дети нажимают? Так. Или просто открывается? Нет. Нажимать. А, вот, подождите. Секунду, еще раз попробую. Может, только одну нужно, или обе нужно нажимать? Ну все, я застряла. Опять не могу открыть. Девочки, кто знает, как это делать? Или... Нет, что-то, смотрите, если вот так вот открываю, не открывается. А если... Девочки, напишите, как правильно это открывать. Или нажимать. Представляете, не могу открыть. Сколько? Два часа позже. Ну все, я поняла, как это делать. Нужно вот эту вот кнопочку сюда немножко сдвинуть. Или обе. Нет, только одну вот так вот сдвигаете, и тогда открывается. Та-да-да-дам, та-дам. Так, пленочку сразу же уберем. Какие красивые оттенки. Какие цвета. Боже. Сейчас мы, конечно же, с вами будем делать свочи, но это красота. Давайте сначала насладимся всей насыщенностью этих теней без свочей всяких. Потому что все это у нас сейчас немножко сотрется вся красота. Я имею в виду, боже, как это красиво. Вот такой вот черный есть в Bloodlast. Черный с блестками. И давайте скорее уже делать свочи. Вам тоже, наверное, не терпится посмотреть. Хотя, я думаю, что вы уже видели на эту палетку свочи. Так. Начнем мы с верхнего ряда. Ой, какой мягкий оттенок. В палетке, кажется, вот такой обычный, серовато, немножко лиловый. Он, на самом деле, это Duochrome. Сейчас покажу. На четыре пальчика наберем. Пока все тени мягкие. Но ощупь. Уф, 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 уф. Постоянные оттенки. Так. Вот. Будем делать здесь свочи. Боже, какой красивый Duochrome, девочки. Такого Duochrome у меня еще нет в коллекции. Это что-то такое сиренево-сероватое. Даже не серое. Что-то легкое-легкое лиловое. Вот в этой части вы видите. И перелив уходит в зеленый. Боже, какой невероятно красивый Duochrome. Матовые, конечно, у него обалденные. Вот это зеленый. Вот это зеленый. Кто помнит, у него была палетка Alien. И там такой красивый тоже похожий на этот зеленый был. И я так жалею, что на тот момент, когда эта палетка выходила, я еще не была вовлечена в тени от Джеффри Стар. И у меня не получилось, конечно, приобрести эту палетку. И она все. Уже не выпускает Джеффри Стар эту палетку. Она была лимиткой, к сожалению. Ну, там меня и упаковка как-то не привлекла. Но, тем не менее, знаете, в коллекцию хочу полную коллекцию Джеффри Стар. Следующие. Ой, немножко вас двигаю. Пока все матовые мягкие. То есть нет пока такого твердого матового цвета. Какие классные, интересные зеленые цвета. Они все разные. Все-все-все разные. Так, немножко слабоватый. Это вот этот, наверное, да, был? Да-да, этот был. Добавим. Я думаю, что с кисточкой однозначно будет хорошо работать у детей, как обычно. Уф! Вот это пельмен, да? Вот это очень красивый оттенок. И последний. У-у-у! Это интересные зеленые. Это зелено-бирюзовый, наверное, сказала бы. Ищу, где мне свой чай стирать. Но этот доохром шикарный. Боже, вы знаете, как я люблю дуохромы различные. Смотрите, тинт остается. Не знаю, как на глазах это будет. Потому что многие тени от Jeffree Star, они из-за пигментации оставляют тинт на веки. Некоторые, не все. Конечно, если использовать гидрофильное масло, то с этим проблем, в принципе, не возникнет. Боже. Вау! Это шок, девочки. Такие красиво. О! И это легкий доохром. Такой, как будто немножко коричневато. Персиковый, что ли. Потом и зеленым переливом. Вот так. Вот этот цвет на бизинчик мало набрала. Тоже красивый. Смотрите, какой матовый. Ну все. Все. Мне достаточно зеленых палеток, думаю, на данный момент. Нужно остановиться. Стоп, стоп, сделать. Угу. Какая красота. Так, осталось там нижний ряд. Просвучить. Все матовые на данный момент мягкие. Все, все, все. Ни одного нету. И давайте переведем. Слушай, какой красивый. серовато-коричневый оттенок. Даже не сероватый. Как бы его объяснить? У меня не остается места. Какие-то вот тут земельные, да, оттенки. Очень красиво, конечно. Очень жаль, что здесь шиммеров мало. Ну вот это первый дуахром. Все. Значит, я четыре оттенка набрала, да, и последние два. Какой мягкий цвет. Вот. Давайте мы сделаем вот здесь вот. Вау. Это тоже дуахром. Как будто бы на такой темный-темный. Даже черный бы, наверное, сказал основе. Изумрудный цвет перелив. Я думаю, что с этим оттенком можно будет сделать такой однотонный макияж. То есть ничего не нужно будет. Только нанести этот оттенок такой смоки. И перелив будет замечательный. И черный. Вот он. В принципе, я думаю, что это черный похож на из палетки Black Last. Давайте достанем Black Last и посмотрим. Смотрите, даже тинт остался. Потрясающий цвет. Так, немножко неудобно вам показывать. Сейчас, наверное, вот так вот. Давайте все цвета поближе вам все-все-все покажу. Восторг. Восторг просто. Это нереально крутая палетка зеленых тонов. Ну вот я принесла палетку Black Last. И вот на данный момент вы можете видеть эти блестки. Это все-таки разные черные. Если здесь черная основа, да, черные матовые тени. И в самой оформлении палетки, да, цвета палетки я имею в виду, фиолетовые блестки. А здесь зеленые блестки. Ну, какой он молодец. Сейчас подниму. Рядышком покажу вам. Видите? Все-таки они отличаются. Если в голубом цвете есть черный, то, наверное, там блестки будут именно голубого цвета. Теперь хочу голубую палетку. Представляете? Теперь хочу голубую. Давайте еще раз покажу вам. Невероятно. Все тени мягчайшие. Все. Ни одного твердого рефила нет в этой палетке. Красота. Я в восторге от этой палетки. Я просто в восторге. И мне нравится, что здесь не только зеленые макияжи получится делать и ежедневные. Вот такой вот коричневый. Тут, видите, есть ежедневные более спокойные макияж. Ну, нужно играться с палеткой. Играться не наиграясь, мне кажется. Невероятно красиво. И различные в зеленых тонах, в желтых. И вот этот туахром меня поразил. Такой интересный. Обожаю вот такие необычные сочетания доохромов. Светло-светло-сиреневые с зеленым, да. Красота, красота. Супер палетка. Всем большой привет. Давно я вам обещала показать на губах помады от L'Oreal, которую я купила по очень хорошей цене в магазине Takamax. Первая это Lip Paint Matte от L'Oreal. В цвете 211 BBN. Такая вот помада очень популярная. Вообще обе помады популярны у них. И они не сушат губы, как я слышала. И следующая линейка, не знаю как называется, цвет 110 Empower. Надеюсь будет видно. Если что, я здесь вам подпишу название. Давайте мы, наверное, начнем вот с этого оттенка. У меня как раз таки сегодня более яркий макияж. И это достаточно нюдовые помады. Поэтому давайте приступим сразу же. О, какой красивый оттенок. Какая приятная помада. Сейчас на улице жарко. И вот этот холодок, который я получаю от нее, прям приятнейший. Как водичка наносится на губы. Вы знаете, практически похож по цвету моих губ. Чуть-чуть, может быть, по тону светлее. Давайте еще немножко наберу. Очень красивый, мудовый оттенок. И вот первая помада, она невероятно красивая, девочки. Она настолько невесомая на губах. Пока еще не успела высохнуть. Но на данный момент настолько комфортная. Действительно влажное такое нанесение получается. Класс. Очень красивый цвет. Конечно, я все помады ношу с карандашом. Поэтому в следующий раз эту помаду буду наносить тоже с использованием карандаша. И ощущение, как будто эта помада не высыхает на губах. Очень комфортная. Безумно красивый оттенок. Вы знаете, как бы я вам сказала? Это нежно-нежно-нежно-коралловый оттенок. Очень нежный. И персика немножко розовинки есть, но больше здесь присутствует именно персик. То, что я люблю. Красота, красота. Так, первая помада мне безумно нравится. Сейчас мы сотрём её. И посмотрим, как будет вот эта вот смотреться на губах. Тоже чуть-чуть потемнее вижу. И в этой помаде больше розового присутствует. Сразу видно. Аппликатор очень приятный и удобный. Смотрите, какой он интересный. Как туфелька сделана. Угу. Слишком много вытащила сейчас продукта. И таким образом этот оттенок выглядит на губах. Конечно, с червивком немножко не сравнится, да, тебе больше темный, нежели сам цвет. Но мне очень нравится этот оттенок тоже. Настолько приятно смыкать губы. Ммм, как будто это, ну, типа бархата. Это какой-то нежный-нежный бархат или суфле. Ммм, очень приятная помада. Оба помады настолько разные по текстуре, но комфортные. Обязательно я их, ну, по отдельности, включу в рубрику. Две недели, две палетки и две помады. И протестирую хорошенько в течение недели одну помаду, потом другую. На данный момент. Угу. Очень нравится. Посмотрим, как в носке будут они, конечно же. Ну вот, я вам показала эти помады на губах. Возможно, вам тоже понравятся и приглянутся такие оттенки. Eye Improve из вот этой линейки. Eye Empower 110. И этот, я уже сказала, 211 Bebe In. Обязательно буду подписывать, чтобы яснее было. Так что я довольна покупками. Не помню, сколько я отдала за эти помады. То ли 2,99, то ли 3,99. Думаю, что 2,99 надо будет видео пересмотреть и вам тоже здесь подписать. Ну, хорошая, короче, цена была, потому что у нас здесь помада от L'Oreal больше 10 евро стоит. Так что, ну, по скидкам можно, конечно, подешевле найти. Продолжение следует.